Во время рейда экологи обратили внимание на обломки автомобильных запчастей и бутылей из-под технических жидкостей возле дворовых контейнеров. Как выяснилось, все это выбрасывали автослесари. Хозяин СТО, территория которого тоже завалена отработанными автодеталями, пообещал навести порядок. Но прежде уплатит штраф в размере 72 тысяч деньги. Я не в курсе, конечно, кто-то выбросил, по незнанию. У нас есть мусорный агент, специальное место они забирают. У нас в договоре есть, поэтому какое-то недоразумение произошло. С замечаниями экологов согласны? Согласен, согласен. Там же к проверяющим жалобы обратились жители домов по улице Боткина. По их словам, председатель КСК «Глобус» не следит за порядком во дворах. Мы сами метем, мы сами убираем лопатами. Ее предупреждали, все у тебя дворники. Почему мы каждый год сами это все делаем? Она один раз в год у нас приходил дворник, женщина, меняются короче, женщина с сыном приходили. Подвели там, что-то сделали кусочками и ушли. В список нарушителей правил благоустройства попала и подрядная организация. Строители восстанавливали дорогу после прокладки труб. Рабочие не огородили небезопасный для прохожих участок, а также развели грязь на проезжей части. Мастера участка тоже привлекли к административной ответственности. Сотрудники подрядной организации должны были промывать колеса машин и лишь затем выезжать на дороги. Также нужно было выставить ограждение. Нарушителей оштрафовали на 48 тысяч тенге. Также на 72 тысячи оштрафуем председателя КСК. В этом году городские экологи выявили свыше 7,5 тысяч нарушений. Более половины из них потянули на штрафы свыше 100 миллионов тенге. Остальные отделались лишь предупреждением.